Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И мы продолжаем с вами заботы о нашем сааде ранней весной. К сожалению, не все растения одинаково успешно начинают сезон. Многие еще в прошлом году были поражены болезнями или вредителями, и все эти проблемы теперь расцветают бурным цветом. На смородине наиболее распространенной проблемой является почковый клещ, и стеклянница. Стеклянница – это настоящая проблема для тех, чьи участки располагаются близко к лесу. Стеклянница – это такая небольшая бабочка с прозрачными крылышками, будто стеклянными, которая откладывает свои личинки на поверхности коры смородины. И эта личинка начинает свою разрушительную деятельность, выгрызая внутри веточек ход, и ветка засыхает. Что нужно сделать, если вы обнаружили у себя в саду такую проблему? Первое – это, конечно же, немедленно вырезать все сухие ветки как можно ниже. Вторая проблема, как я уже говорила, для смородины актуальная среди вредителей – это почковые клещи. Я думаю, многие из наших садоводов-любителей видели вот эти уродливые круглые почки, которые больше напоминают качанчики капусты. Они набухают рано весной, но не распускаются, как все нормальные, здоровые, а остаются на побегах, на веточках, а потом засыхают. В них десятки тысяч микроскопических клещиков, которые, как только солнышко пригреет чуть поярче, станет чуть теплее, начинают расползаться по веточкам смородины, заражая новые почки. И в результате может получиться так, что весь куст покроется вот этими вот шариками, на них не будет ни листьев, ни цветков, и куст досохнет. Этот вредитель активно расползается и на соседние кусты. Более того, клещ опасен тем, что он разносчик очень-очень вредоносного заболевания, вирусной реверсии или махровости, из-за которой смородина перестает совершенно плодоносить. Поэтому клещ в нашем саду совершенно нежелательный гость. Если мы видим такие вот небольшие качанчики, почки-качанчики на побегах, мы их удаляем, если их немного. Но если куст поражен очень сильно, то от него лучше либо избавиться совсем, потому что применение химии на приусадебном участке в том количестве, которое требуется, чтобы искоренить клеща, просто недопустимо. Либо проводим омолаживающую обрезку смородины, удаляя все ветки, пораженные, и не только, под самый корешок. Итак, сейчас мы с вами займемся лечением, так сказать, и обрезкой черной смородины, которая жестоко пострадала сразу от двух опасных вредителей – стеклянницы и почкового клеща. Для обрезки мы будем использовать очень удобный секатор фирмы Fiskars. Чем же он удобен? Во-первых, очень хорошо ложится в руку. И он, этот секатор, прекрасно подходит как для маленьких ладошек женских, так и для больших мужских. Здесь имеется такой специальный регулятор, который вы можете выставить именно на свой размер ладони. Он регулирует степень открытия ручек. И наоборот, если мы поставим на маленькую ладошку, раскрытие ручек будет меньше. И вы всегда можете удобно держать секатор, соответственно, ваши руки меньше устанут. Ручки в целом очень удобные, мягкие, не скользящие, не холодные. Лезвия здесь классического типа, то есть заходящие друг за друга, как ножнички. И если честно, я предпочитаю именно такие секаторы. И сейчас мы можем приступить, собственно, к обрезке. Срезать вот такие пораженные стеклянницы побеги нужно как можно ниже, чтобы личинка, которая живет внутри побега, не осталась на кусте. Вырезаем все сухие ветки. Вот как выглядит, видите, вот так должен выглядеть здоровый срез. Вот до сих пор нужно срезать, пока вы не увидите полностью здоровую целую древесину. После того, как мы удалили все пораженные ветки с этого молодого кустика, их, конечно, нужно в первую очередь уничтожить. Ведь стеклянница прекрасно здесь доразовьется, выйдет и полетит заражать новые растения. А клещ может выползти и потихонечку распространяться по саду дальше. А что же делать нам с самим кустом? Нужно сказать, что это молодой куст смородины с очень хорошим потенциалом, с хорошей корневой системой. И для него такая вот обрезка, можно сказать, радикальная, когда срезается абсолютно все, серьезного ущерба не нанесет. Главное условие – после такой обрезки вы должны хорошенько поддержать свой куст. А именно, обеспечить ему подкормку, ведь ему нужно выстроить новую надземную часть, и обеспечить ему полив достаточный для того, чтобы удобрение проникло в корневую систему. И если это была засушливая погода, естественно, вода ему более чем необходима. Весной кустам, плодовым деревьям всем необходим азот. А таким, как наша смородина, азот необходим вдвойне, ведь им придется выстроить фактически заново всю надземную часть. Используем мочевину, он же карбамид, либо какой-нибудь вид селитры. Можно применять как рассыпью, так и путем полива растения под корень, особенно если почва суховатая. Расход спичечный коробок на 10 литров. Если рассыпаем, вот как сейчас, то исходя из той площади, которую занимал куст. Чем больше куст, тем больше даем удобрения. После того, как мы внесли удобрение на почву, аккуратненько заделываем его. При помощи рыхления. После того, как мы подкормили наш куст, его желательно хорошенько замульчировать. Причем хорошим, питательным торфогрунтом, компостом, плодородной почвой, если других источников нет. Инертные материалы, типа коры, льнотресты, использовать не рекомендуется. Дело в том, что этим кустам сейчас нужен очень хороший агрофон. Ведь в текущем году урожая вы не увидите, нет надземной части. Но за этот год куст должен восстановить свою крону, заложить новые цветковые почки. И уже в следующем году он сторится и возблагодарит вас за проявленную о нем заботу. Итак, мы провели санитарную обрезку куста смородины, пораженного опасным вредителем стеклянницей и почковым клещом. Я надеюсь, что эти гости, нежеланные, залетать к вам в сад будут как можно реже. А если вдруг появятся, то вы уже будете знать, как правильно с ними поступить. Процветания вам и вашему саду. И до новых встреч на нашем канале Процветок.